Организаторы проекта «Куфоризация», площадка объявлений «Куфор» и интеллектуальный квиз «Мозгобойня» поддерживают инициативу сразу два министерства – экономики и по налогам и сборам. Основная цель – помочь представителям малого и среднего бизнеса найти свое место на онлайн-рынке. Потребители сегодня перемещаются из торговых центров в виртуальное пространство, и этот фактор важно учитывать тем, кто заинтересован в развитии своего дела. Суть того, о чем этот проект – как легко, удобно и за относительно небольшие доступные средства предпринимателю выйти в онлайн и получить первые заказы для развития бизнеса в интернете. Мероприятие собрало на одной площадке не один десяток заинтересованных брещан. В качестве спикеров – специалисты, представители различных организаций. Организаторы постарались сделать все возможное, чтобы на свои вопросы участники могли получить компетентные ответы по существу. Моя миссия на сегодня – наверное, ответить на интересующие индивидуальных предпринимателей вопросы по налогообложению, оказать содействие. Налоговые органы всегда поддерживают подобные мероприятия. Мы готовы участвовать, готовы приходить, отвечать на вопросы. Помимо таких мероприятий, любой желающий может подойти как в инспекцию по местопосновательному счету, так и к нам, в инспекцию Моноспобретской области, за разъяснениями. Сегодня я расскажу о критических ошибках, которые допускает большинство неопытных, скажем так, предпринимателей, как индивидуальных, так и представителей больших компаний, и начиная заниматься диджитал-маркетингом. Наша компания, скажем так, официально этим занимается уже около года. Мы резиденты научно-технического парка Брестского. И определенный опыт работы с местным клиентом у нас уже есть. Вторая часть встречи, согласно программе «Деловая игра». Ее разработчики – Куфор и Мозгобойня. Проверить сообразительность игроки могут с помощью 35 вопросов о бизнесе, продвижении, рекламе и онлайн-технологиях. По словам организаторов, проект «Куфоризация» продолжит свое развитие и в следующем году. Интерес со стороны бизнеса к нему есть, а у специалистов есть чем поделиться с его представителями. Так что продолжение следует. Продолжение следует...